вот пацаны сдох аккумулятор видите пишет внизу ошибку здесь на мониторе при нажатии вот этот красный треугольник высечивается тоже ошибки ошибка у нас на данный момент поменяйте 12 вольтовой батареи а эти такие это о том что когда вставляешь пистолет на зарядку ставишь машину на зарядку но выбивает о том что я могу заряжаться вот настолько но так как у вас сеть чуть-чуть нагружена чтобы не было проблем я типа уменьшаю ток зарядки вот такие вот лоб заехал на биологическую шума варю смотрите они батарейки для лифов ну я реально вот как не приезжаю они батарейки постоянно перепаковывают заказы идут я вам скажу что старые батареи лифы которые уже по отживали свою сюда ставят 40-ку 45-ку вот это вот например 45 к чиниться сколько она проезжает лиф все зависит расходно примерно 40-ку мы выкатывали до 320 километров если дальше тошнить а так 280 можно поехать шикарно да хорошо научились лобца делать молодцы здрасте всем хочу продолжить свое видео снимать ну скажем так хочу назвать это видео может быть даже немало баба хлопоту я взял на mercy электро ездил на китайцы новым вот решил купить теслу вот видите тесла сейчас на биологической 18 чингис я давал ссылку на его канал посмотрите в общем ситуация такая болезнь у тесл заднеприводных у них стоит там сальник в двигателе так как двигатель охлаждается тасолом с этим этот сальник крути-верти он все равно начинает течь если вовремя это не заметить ситуация следующая попадает тасол в двигатель за счет того что тасол это не просто жидкость одна из разновидностей хим реактивов ситуация такая он начинает делать там беду а беду вот смотрите вот здесь пока слава богу здесь тасольчик вовремя заметил совсем секундочку то есть во внутрь он не попал а если он не попал мы отделываемся заменой подшипника раз уж сюда полезно надо менять подшипника шлифанем вот этот вал и поставим новый сальник кстати насчет сальника двигатель этот делать не знаю вы увидите или нет машина у меня 11 месяц тринадцатого года вот я не знаю увидите здесь или нет короче движок у меня семнадцатого года потому что вот если во всем мире без гарантийное обслуживание ситуация такая сальник начинает течь они не морочатся вообще они просто сняли двигатель отдали двигатель им поставили новый двигатель вот у меня получается семнадцатом году меняли этот двигатель двигателя эти вроде как одинаковые визуально но есть маленькие нюансы вот смотрите вот крышечка которая стояла на вот этой части где сальник там подвод тасола и так далее вот смотрите что по этой крышечке мне крупно повезло вот эта штука где датчик вставляется с другой стороны сейчас я попробую тут навести чуть-чуть порядок очень смотрите вот этот датчик куда он вставляется ведь она заглушена если бы здесь потому что у меня на марсе было там отверстие датчик продолжим что-то я нажал запись прекратилась так вот смотрите вот это отверстие куда энкоды расставляется она в данной ситуации здесь ведь у меня заглушена в марсе допустим было и в теслах у тоже через говорит здесь сквозное отверстие если сквозное отверстие то сол вообще беспрепятница просто беспрепятственно просто заливается в двигатель если сальник не держит то бедулька очень быстро приходит вот такая крышечка вот весь подрамник с двигателем который снимается самой теста полностью так что таки и того у нас будет и кстати еще здесь тоже чингвист снял чингвиста сальник выкинули а можно я покажу а то будущий траска а да точно и 1 юлочный стоит да вот смотрите вот это вот сам сальник вот он в таком металлическом корпусе новые которые ремонтные скажем так ставят ставят с двумя юбками здесь идет с одной юбкой и вот смотрите вот интересно на каком пробеге поменяли двигатель сейчас у меня на машине сто девяносто тысяч движок с семнадцатого года интересно бы найти по документам на каких тысячах поменяли этот двигатель и сколько же он пробежал на родном 1 юбочном южи интересном ну попробуем где-то пошук вот рама подрамник заднего двигателя кому интересно вот такой он начинаем разбирать движочек чтобы отдать токарю вот у них смотрите место у есть у них на видео это тоже есть вот такой вот обратный молоточек я будем снимать подшипник так вот вот Сейчас будем ротор вытаскивать и отдавать токарю. Аккумулятор засадите. Не, вот сюда с этой стороны смотрю. Машина включена. Ручка светится просто. Это когда обновляется прошивка. И она запитана встретит безковольтной батареи. Понял. Аккумулятор засадите. Аккумулятор засадите. Там не болты. Вот, хлопцы, забрал я свою машинку. Сделали мне движок. А именно, что делали. Смотрите. Снять весь подрамник, где задний мост. С двигателем, с редуктором. Потом разобрать двигатель. На видео видели, как мы его разбирали с мастерами. После этого они шлифанули вал, потому что была какая-то раковинка, что-то наподобие. И после этого, как шлифанули, поменяли сальник, поменяли подшипник. И собрали весь двигатель. Очень на данный момент я вам скажу, что у меня получилось. Вот за работу я вам заплатил. За материалы. Материалы это сальник. Это подшипник. Плюс токарные работы, сборка-сборка. Сборка-разборка, точнее. За это все я заплатил 12 600. 12 600 рю. Вот на данный момент, как у меня получилось, они еще просверли там специальную дырочку в этой корпусе, где крепится сальник, посадочное место сальника. Это делается для того, чтобы, если вдруг сальник даст сбой, а он все равно когда-нибудь даст сбой. И причем, как я уже говорил, читал по группам, по форумам, сам столкнулся с этим. А столкнулся на двух мерседесах электрических. И вот теперь на тест. Я знаю, что такое, если это не сделать. Какая беда. И лучше в данный момент сделать. У меня там энкодер чуть-чуть. Было пару капелек. Когда разобрали, там только на крышке были капельки. Так вот, это дырка, которую они просверлили в нижней части этого кожуха, где стоит посадочное место сальника. Маленькую дырочку. И если тасолу по сибу когда-нибудь начнут сопливиться через сальник, у нас получится, что он будет просто тупо выходить. Не попадая в ротор, в статор, туда в двигатель. Потому что там, если он попадает, я уже говорил, это реально беда. Все-таки тасол это агрессивная химическая жидкость. Продолжение следует. Продолжение следует...